Наступил момент, когда мы можем ответственно сказать, суд же наш, Курской области. Между прочим, это вообще-то районный центр, городок, ну, не самый маленький. Количество сел, которые перешли под контроль Украины в Курской области, измеряется уже десятками. И вообще, если так все суммировать, то ясно одно, что они хорошенько получили по сусалам и сейчас анализируют ситуацию. И информация в целом от российских источников, она очень и очень противоречивая. Ну, вот есть у них, например, такой телеграм-канал, который нас называют на букву Х, хотя все прекрасно знают, что на букву Х правильная аббревиатура ВВХ. Но не судя. Вот они, с одной стороны, могут писать о том, что Украина отступает из Курской области, что суд же, ну, в смысле, не наша, а их. Бред какой, да? И следующее сообщение, например, может быть в этом же потоке месседжей, может быть такое, что противник ведет бои у Анастасевки с целью выйти на Льгоф. Судя по всему, основная цель Курчатов и атомная электростанция. Ну, это логично. Курчатов и его атомную электростанцию мы потом обменяем на Запорожскую атомную станцию. Хотя посмотрим. Время тут покажет. Просто, если кто-то посмотрит на карту, где это там Льгов и где это Анастасевка, то станет понятно, что суд же уже давно осталось глубоко-глубоко в украинском тылу. И там понемножечку вводится украинский порядок. Будем проводить референдум. Шутка. А может быть и нет. Но я хочу сказать о другом аспекте. То есть, война, туман войны, это все понятно. Потери с двух сторон, это все ясно. И война это всегда страшно. Только безумные россияне, это население, могли транслировать тезис «можем повторить». Не понимая, что «можем повторить» это не только наступать. Это еще и умирать. Ну, в суд же это уже выяснили. Будем надеяться. Нет, не надеяться. А мы уверены в том, что местное население будет сотрудничать с новой украинской властью. Готовьтесь к переходу на гривни. Вопрос в другом. Уже сейчас есть четкое понимание, что мы достигли колоссального успеха. Почему? Да потому что они перестали верить в Путина. Давайте-ка вот зайдем на телеграм-канал Маргариты Симоньян. Чем она занимается в последнее время? Показывают фотографии какой-то бутылки с надписью «Бобер» или «Бобра». А еще она молится. Она все время молится. И за жителей Курска, и за недобитого российского нациста-пропагандиста Поддубного. Молится, молится и продолжает это делать. Молятся они Богу. Я не знаю, какому. Но раньше в данном случае они всегда апеллировали к Владимиру Путину. А теперь они прекрасно знают, что Путин не поможет. И такое поведение, оно же не только у Маргариты Симоньян. Они все на этом повернулись. На вере и внимание. Что докладывает наш корреспондент Аптиаронович Алаудинов из Курской области. Хотя где он? В Курской области ли он? Это большой вопрос. Потому что он в полной темноте. Где его не видно и не слышно. Значит, чем он там занимается? Апеллирует? Правильно. Не к Путину. Внимание. Апеллирует Аптиаронович. Не к президенту ВВХ. Подразделение Ахмат другое, которое здесь находилось на границе. Вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес два мапа. Вот. Прошел. Вначале прошел уже без, как говорится, мапов. Через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Вот. Прошел там. Потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал. Танками, как говорится, раздолбал все эти мапы. И прошел, получается, эти участки. Ну, опять же. Стратегия ведения боевых действий. Они хорошо все просчитали, подумали. Как говорится, техника с тралами. Значит, все участки они прошли. Впереди у каждого танка у них тралы. Короче говоря, прошли. Все нормально. Отработали они грамотно. Молодцы. Единственное, что они не учли, это то, что Россию любит Бог. И вряд ли они осознавали, что Бог не даст нашу страну обиду. То есть на Путина надежды уже нет. Потому что освобождение Курской области он назвал провокацией киевского режима. Да нет, дело не в этом. Дело совсем в другом. Они перестали верить в своего царя. И это прекрасно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И видите, Аптия Ароновича Лаудинов. Он же не просто так полушепотом говорит в темноте. Чтобы случайно его не обнаружили украинские силы обороны. Ну и не наказали. И вот эти вот фразы, да. Что бойцы Ахмат, они на своих позициях. Они не бежали. Но тогда возникает вопрос. Если они не бежали, то чья же тогда суд же? А мы уже выяснили, что суд же наш. И наступление продолжается. Значит, все наблюдатели фиксируют, что прорыв украинских сил обороны вглубь российской территории составляет минимум 15 километров. Некоторые данные сообщают 25 километров. Говорят о том, что наши дроны летят и жгут не только или нисколько, соответственно, автомобили российских. Военных информационных преступников нет. Жгут всех. Все, кто похож на военных. А российские военкоры, они и есть военные. Они к журнализму не имеют ничего общего. Так вот, мы только что услышали от Абтиароновича расклад. Как грамотно мы действовали, зашли. Вообще-то в Курской области они там рыли две линии обороны. И две линии обороны прорваны. Так, на секундочку. На третью они решили не строить, а присвоить себе деньги. Ну и правильно сделали. Покупайте своим любовницам шубы и бриллианты, вместо того, чтобы копать окопы. Значит, Абтиаронович действия украинских сил обороны оценил как максимально грамотными. Ну, специалист все-таки. А тут интересны другие оценки. Он говорит, что ничего страшного не произошло. Давайте разберемся, произошло ли что-то страшное или нет. Ну что, дорогие друзья. На приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается продвигаться. Наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, все бросил сюда. Как интересно, да? Значит, ничего критического не произошло. Наражка просто дырявая. Это получается, что можно было бы дойти до Москвы. Возможно, и в планах украинского военного командования это тоже есть. Потому что там по прямой, ну, если без пробок, то 8 часов, и ты уже в кабинете Владимира Путина. Тут мы слышим, значит, резервы с белорусской границы. Это что получается? Александр Григорьевич Лукашенко опять перешел. На другую сторону. Он теперь не с Путиным. Он теперь пытается откреститься от этого всемирного зла. Значит, фраза «ничего не произошло». Она же прикольная. Значит, сейчас российские пропагандисты во многом, они как-то бросили свои силы на то, чтобы объяснить, что Ну, а как по-другому? Почему вы требуете от Путина гарантии безопасности российских территорий? Нет-нет, граница очень длинная. Так и говорят, очень длинная граница, поэтому стопроцентной гарантии нет. Говорят в российском телевидении, а украинская армия продолжает движение в сторону Москвы. Если посмотреть на протяженность государственной границы Российской Федерации с Украиной, это Белгородская область, Брянская, Курская, то это почти 1200 километров. Это очень серьезная протяженность для создания, ну, обеспечения стопроцентной безопасности, учитывая, что требуются достаточно большие усилия. Но Аптия Аронович, он человек грамотный, не просто так его Рамзан Ахматович выдвигает на гауляйтера Москвы, он четко начал рассказывать, что такое оккупация и как выглядит эта оккупация. Ну, опять же повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены и СВО в этом году завершится победой России. Я думаю, что те, кто верит в Бога, в этом не сомневаются, как не сомневаюсь в этом я. Кому он апеллирует? Опять же, не к Владимиру Путину. И снова говорит, что война должна закончиться в этом году. Такое впечатление, что все они готовятся к переговорам. И мы готовимся к переговорам. Какие наши аргументы? Армия Украины, Сбройнесылы Украины, все силы обороны Украины. Что еще? Ну, из последнего в 16, немножко хаймарсов, но только для Курской области, да. И, конечно же, самосуджа, это и есть аргумент к переговорам с фашистской, российской, вот этой вот сущностью. Или сущностью? Нет, все-таки сущностью. Значит, главный по ТикТоку говорит, что в этом году все закончится. И плавненько рассказывают, а что происходит на территориях, которые заняты Украиной. Я так думаю, что эти дни у него последние в его истории и жизни. Иншалла, рухман. А наши ребята действительно герои, настоящие патриоты России. Все подразделения сражаются мужественно. Да, где-то есть у нас потери, да, где-то есть, я так понял, и пленные тоже. Ситуация на месте чуть-чуть. Ну, я думал, конечно, что она менее так обширна, чем я ее сейчас увидел, узнал. Ну, и в то же самое время, опять, чтобы кто ни говорил, опять же, я не вижу ничего критического, кроме того, что... Кроме того, а вот тут интересно, значит, мы только что слышали. Они признали официально, что российские солдаты сдаются в плен. Это хорошо, сдаются в плен в Курской области. Так и надо поступать. Почему? Потому что вся Z-Wine, крыс, эта бригада, что они начали транслировать? Что Ахмат отступил, а срочников захватили в плен. Ну, если они не сдаются, то что с ними делать? Они же военные, даже 18-летние. Это правила войны. Мы сейчас воюем на территории Российской Федерации, и погибают жители исконно российской территории, исконно наши граждане. Вот это, к сожалению, большому жалко, но... Ага, вот оно. Именно поэтому нужно переносить боевые действия на российскую территорию, чтобы быстрее там на болотах происходило прозрение в некотором роде. Да, я понимаю, что там нет народа, там есть население, но судя по тому, как они эвакуируются, как они это комментируют, как они в некотором роде особо одаренные сразу разобрались и говорят, что какая разница, какой будет флаг над суджей, украинский или российский. Если Путин не может защитить, то, соответственно, будут жить в Украине. Я хочу вам сказать, ребята, вы не расстраивайтесь, у вас тут неплохие варианты. Дело в том, что тогда суджа войдет и в Европейский Союз, и НАТО. Будете ездить, как и мы, без визу. Ну и вообще, жить вне рейха имеет масса преимуществ. Вам пока это сложно понять, но мы понемножечку все это объясним. Значит, тезис вот этот, что война пришла на российскую территорию, вот он начал звучать. И пленные из Российской Федерации потянулись. Вы знаете, сколько они из Киева вывезли наших гражданских, которые сидят сейчас до сих пор в российских тюрьмах. Может быть, это единственный способ их вернуть. Ну что, суджу выселяем в специально подготовленный загон, а потом обмениваем, ну а как? Нет, ну если они захотят жить в Европе, тогда придется им выучить язык, сдать экзамены. Ну посмотрим, в общем. Не будем забегать вперед. Главный тезис, кроме того, что они перестали верить в Путина, и мы это только что все зафиксировали. Заметьте, никто из этих людей не апеллирует к российскому военному руководству и военно-политическому. Они просто дают мрачные прогнозы по поводу мрачного августа для Российской Федерации. Украине нужно обращать на себя внимание. Зеленский практически ежедневно сейчас транслирует по своим новостным каналам вот этот нарратив про мирные переговоры с Россией, про готовность Украины создать второй саммит мира и так далее и тому подобное. То есть вводит в заблуждение как, собственно, украинский народ, так и протягивает свою нелегитимность дальше, потому что как только Зеленский закроет рот, собственно, его нелегитимность скроется не только россиянам, но и всем остальным на планете, поэтому он продолжает вещать. Ну и на фоне вот этого вещания про мирные саммитии... Да, суд же наш, поэтому вот этот вот бред на нее уже не распространяется. Суд же свободно. Слава ЗСУ. Ну если это, конечно, украинская армия. Вдруг это действительно солдаты НАТО. Продолжайте терроризирование мирного населения, жителей Брянщины, Курской и Белгородской области. Поэтому этой ночью и Воронеж прилетал, и в Ростовскую область. Мы видели фотографию телеграм-каналю Александра Гусева. Бьют по высоткам Воронежа. Это мой город, откуда я когда-то приехал в Москву, поэтому мне он особо дорог. Но тем не менее мы видим ситуации по всей линии приспоткновения, поэтому расслабляться точно нет времени, и август будет горячим, это очевидно. Прекрасный прогноз, причем он касается исключительно российской территории. И мне это очень и очень нравится. Там прикол в том, что за оборону Курской области, то есть то, что там, где у них группировка Север, отвечает генерал Лапин. Это тот генерал Лапин, которого плохими словами называл отправившийся в ад Евгений Пригожин. Он тогда руководил российской армией так, что они бежали из Харьковской области. Мы помним наше самое удачное на этот момент контрнаступление. И вот сейчас под его руководством снова бежала российская армия. Я даже не знаю. Может быть он просто наш генерал Лапин. Может быть мы позвонили, может быть он как самый умный, заранее позвонил Кириллу Буданову, ну и начал сотрудничать. Будем смотреть. Все это очень и очень интересно. И на фоне того, как наша армия продвигается в направлении Курска, да, будет КНДР или КНР, ну в общем, или Курская народная республика, или Курская народно-демократическая республика. В общем, референдум покажет. Это, если что, шутка. Так вот, на этом фоне они делают вид, что ничего не происходит. Молятся Богу. Не знаю, кто у них там Бог, но не важно. А есть еще один персонаж, который вот, ну это такая, знаете, просто вот пик российских понтов. То есть они теряют часть российской территории, а Дмитрий Медведев продолжает требовать наступать на Одессу и Киев. И это странно. И прикольно смотреть, как их понты, как их амбиции, насколько сильно не соответствуют их возможностям. И нужно это развивать. Потому что вот разрыв вот этих вот сигналов российской пропаганды, и соответственно раскладу на земле, он и ломает веру в Путина. А они же на этом, собственно, все и строят. У них почему-то так вот удалось все построить, что Путин, он там все и все знает, он самый умный. Как некоторые говорят, Путин президент всего мира. Но это базируется на вере, а вера базируется на пропаганде. Так вот, если мы эту веру чисто развитием ситуации на фронте, как-то оскверним веру в Путина, уже как отвратительно, то и дело пойдет по-другому. Те же россияне, вместо того, чтобы бросаться какими-то проклятиями в нашу сторону, пойдут в Кремль и вытянут старого безумного деда и порвут. Потому что в комментариях уже есть такие вот тенденции, что, мол, Путин показал себя вчера, выслушал доклады о том, как он потерял Курскую область. А в комментариях такое, ну, а где же действия? А действия, ну вот они такие вот, в направлении Курской атомной электростанции. Ну и как пишет один из российских военкоров, значит, Курская область. И он подчеркивает, что это Россия. Это не точно. Он говорит, что суд же наш, ну, в смысле Украина. И самое главное, у него проскакивает такой вот просто зрадофильский тезис. Реальной текущей линии боевого соприкосновения в России не знает никто. Отсутствует связь и взаимодействие. Это у них отсутствует связь и взаимодействие. А у нас она присутствует. И тут он пишет, что за ночь противник потянул резервы, технику, ГСМ, усилил ПВО. Ну, в общем, как тут заявлено, российским военным летчикам, военным преступникам, генералы, цитирую, в своей безграничной тупости, понавесили обычных бомб, но без комплексов планирования и коррекции. Если есть нехилая вероятность, то скоро мы увидим последствия такого решения. Ну, в смысле, что мы будем сбивать российские самолеты. Ну, тут прикол-то в чем? Кого они собрались бомбить? Суджу, которую они называют Российской Федерацией. И это самое главное. Если уж суждено российским авиабомбам взорваться, то пусть это будет Российская Федерация. Но, может быть, начать с Москвы. Даже с одного бункера на одной дачке, которая находится в Новоогорёво. И мы знаем координаты. И прилетят туда добро-злые дроны. И, может быть, все это ускорит. А россияне потом скажут, спасибо, что спасли нас от диктатора. А хорошие русские будут говорить, что мы не поддерживали украинскую армию. Но очень хотим, чтобы нас подвезли до Москвы. А мы им скажем, пошли вон. Пи-пи-пи. Подписываемся на канал, поддерживаем украинскую армию. И, да, эту аксиому в суд же тоже знают. Украина была, ей и будет. Будет. А Медведев лопнет от алкоголизма. Да. До побачення.